Всем привет, друзья! Сегодня, как и обещал, записываю вторую часть видео про фузы. Я отвечаю за свои слова. В первой части я рассказал, что такое, в принципе, фуз. Также мы рассмотрели этот занятный эффект на примере двух педалей. Это Dunlop Fast Face и Nuxe Vintage Fuz. Поиграли на них в разных режимах перегруза. Ну, имеется в виду разный уровень гейна. Ну и сегодня мы послушаем эти две замечательные педали в миксе. В контексте тех стилей, где чаще всего используется фуз. Это Sludge и Stoner. А что такое Sludge и Stoner? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к амбассадору Википедии. То есть ко мне. Sludge это экстремальный стиль музыки, комбинирующий элементы дон металла и хардкор панка. Некоторое влияние оказали также Industrial и Noise Rock. Таким образом, Sludge может практиковать как диссонансные, так и экспериментальные подходы этих стилей. Для Sludge характерно резкое и абразивное звучание, сопровождаемое кричащим вокалом, тяжелым бистошином и резко контрастирующими темпами. Sludge объединяет медленный темп, тяжелый ритм и темную пессимистическую атмосферу дум металла с агрессией, кричащим вокалом и случайными бисстрыми темпами хардкор панка. Stoner Rock или Stoner Metal – близкие понятия, которые подразумевают определенные поджанры рок и метал музыки. Stoner Rock – это, как правило, медленная или среднетемповая музыка. Включает элементы психоделического рока, блюз-рока и дум-металла, повторяющимися гитарными риффами. Stoner Rock возник в ранних 90-х годах 20-го века на основе творчества калифорнийской группы KS. Итак, более-менее понятно, что это за стили, это такие стили-направления, в которых надо играть медленно и грустно. Прежде чем приступать к музыкальным примерам, которые я тут насочинял, давайте разберемся, что же понадобится юному любителю грустно пожужжать. Первое. Это нужен какой-никакой скилл и знание вообще принципов игры в этих стилях. Мало-мальский уровень владения инструментом тоже обязателен, несмотря на, казалось бы, простоту этих жанров. А кто будет говорить, что слутги и стонер – это очень сложные жанры, где требуется прям высокий уровень игры на инструменте, или там какая-то особая чуйка, особое чутье на выбор нот, то просто отдайте бедолаге его таблетке, ну или плюньте ему прямо в глаз. Лучше в левый. Второе. Это медленные барабаны. Семь лет назад я записал невольно в видеошколу гайд, как играть на барабанах, сладж или стонер. В принципе, из видео все понятно. Как играть сладж? Загнал, братан. Сбивки минимальные и минималистичные. Третье. Это гитары. Электрогитара и бас-гитара. Они, в принципе, играют партии в унисон, насколько я могу, насколько у меня есть представление об этом жанре. Эталон, конечно, должен быть, прости господи, какой-нибудь леспол с его жирным звучанием, жирный там только вес. Но не прямо обязательно это должен быть гибсон. Это может быть какое-нибудь другое чудо типа SG, Explorer. Flying V не видел, а может и видел, не помню. Ну или там какой-нибудь Dinka Deluxe, что-то около того. Строй может быть любой, даже стандартный. И тональности тоже могут быть вообще любые. Не обязательно это открытая струна, там шестая или седьмая, открытая тоника. Потому что сладж и стонер это не прогитарные рифы. Там не будет каких-то выдающихся гитарных рифов, как в рок-музыке или в металл-музыке. Гитары в стонере и в сладже выполняют функцию такой звуковой стены, массивной, вместе с барабанами и басом. По оборудованию все достаточно индивидуально. Педалборды гитаристов этих групп достаточно разнообразны. Но обязательно должен быть фуз. И есть такой нюанс игры на электрогитаре в этих стилях. Нужно играть на нековом датчике. Вот почему-то так сложилось, что именно на нековом датчике играются эти стили. Четвертое. Это вокал. Вокал тоже здесь достаточно разный. Он может быть и хоть экстрим вокалом, хоть и чистым. Но у меня будет без вокала. Потому что петь я не умею. Пятое. И тут мы плавно подобрались или подобрелись к вот этим самым нюансам игры в эти стили, в эти жанры. Тут мы сейчас и начнем разбирать эти музыкальные фрагменты, которые я записал. Первое. Это будет трек в стиле стонер. Тональный си-бемоль-минор. Я использовал следующие такие наиболее типичные ходы для этого жанра. Это, естественно, игра квинтами, пауэр-аккордами. Кому как больше нравится. Особенность игры на фузе это то, что на этом эффекте звучат только чистые интервалы. Это кварта, квинта и октава. Все остальные интервалы будут звучать, мягко скажем, грязно. Далее я тут использую си-бемоль-минорную гамму. Ну, потому что тональность у нас си-бемоль-минор. И си-бемольную пентатонику. Пентатоника это когда от минорной гаммы убрали вторую и шестую ступень. Еще можно использовать блюзовую гамму. Это когда в пентатонику внедряется пятая пониженная ступень. Слушаем теперь, как это все звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 в первой части играется в тональности соль здесь я использую что-то подобие лакрийского лада лакрийской гаммы потом все это идет в отклонение в тональность до и единственная удобоваримая гамма по которой я играл которые вычислил это румынский мажор получился не знаю как это вышло но звучит и потом это все возвращается обратно в соль в общем смотрим а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если послушать эти жанры, покопаться поглубже, можно найти вещи поинтереснее Там интересные ходы, может какие-нибудь интересные гаммы и выбор нод, так скажем Я же показал, как это может в принципе звучать, но и заодно мы протестировали в миксе эти две педали А на сегодня все, не забываем подписываться на канал, не забываем ставить лайки, они помогают продвижению моего канала Пишем комментарии, понравился ролик, не понравился Смотрим другие ролики, также лайкаем, комментируем Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!